Кутманова якобы не является компетентным специалистом в сфере экологии. Она назначает специалистов в Госкомитете по экологии и климату без опыта работы и так далее. Именно такой характер носит обращение сотрудников Госагентства охраны окружающей среды лесного хозяйства Джалабада. Поводом для обращения стало отстранение от должности бывших руководителей лесхоза Арстамбаб и государственного природного заповедника Дашман. Для подготовки кадров существует специальная отборочная комиссия. И только после рассмотрения и одобрения диплома, опыта, работы они направляют его председателю. На основе этого были выбраны кадры. В феврале главой государственного природного заповедника Дашман назначен Кочкурбай Калдыбаев. До этого он работал в этой должности около трех лет. В лесной отрасли работает почти 17 лет. Однако в социальных сетях говорится, что диплом Кочкурбая Калдыбаева поддельный и он не трудился в этой сфере никогда. Между тем, сам Калдыбаев считает, что обвинения беспочвенные. «Я проработал в лесхозах Кирова и Арстамбаб с 2004 по 2012 годы. До 2017 года я был начальником участка в заповеднике, а позже стал руководителем. 28 сентября 2020 года из-за различных политических гонений я покинул пост. Я обратился в Первомайский районный суд. Решением Фемиды в 2021 году был восстановлен в должности. Все эти обвинения в мой адрес беспочвенный, диплом у меня настоящий». Кенешмик Пиназаров работал на руководящих должностях в сфере экологии. В обращении к президенту говорится, что его вынудило покинуть должность Динара Кутманова. Однако сам он рассказывает, что покинул должность из-за иных причин. «Где-то в феврале я написал заявление об уходе. На это было много причин, в том числе и по состоянию здоровья». Также в обращении говорится, что директор лесхоза Арстамбапата и Динара Кутманова зарезали лошадь, однако глава лесхоза опроверг эту информацию, заявив, что она не соответствует действительности. «В письме говорится, что я якобы дал Динаре Кутманову одну лошадь. Эта информация ложная. В нашем лесном хозяйстве есть кот, а коня мы зарезали в честь нашего профессионального праздника и раздали сотрудникам по 4 килограмма мяса. Все документы у нас сохранены». Обращение к президенту подписали в общей сложности 4 человека, однако некоторые заявили, что подписали жалобу, не прочитав документ. «Я ознакомился с материалами, поговорил с Атакуловым, который подписался под этим письмом. Он рассказал, что поставил подпись, не прочитав документ». Между тем, представители госагентства считают, что правоохранительные органы должны дать оценку данному делу.